Так, ну что, всем привет, ребят. Как видите, идем на 20 тысяч по биткоину, в принципе, ну, если без тёба, то я считаю, что, в принципе, мы можем, конечно, из этих отметок туда сходить, но пока мы не закрепились ниже 30-ки, вот именно не закрепились, то есть закрепления тут никакого не было до этого, то, ну, ни о каких 20 тысячах долларов, но это смешно просто говорить. Вот, поэтому постепенно выходим, в принципе, как я и говорил, перекрываем вот это падение, как это было вот здесь, вот, ну, в принципе, то же самое и происходит, вот, поэтому ждем закрепления выше полтоса, пока что движение как-то замедляется, если посмотреть по тем же объемам, они тоже немножко падают, но ничего страшного, то есть посмотрим, что будет к вечеру вполне, сегодня максимум может быть пробой, но закрепления вряд ли, то есть закрепление это уже завтра-послезавтра, надо будет ждать, надо будет смотреть. Вполне допускаю, что могут вынести по стопам, поэтому будьте аккуратны, если кто-то и будет краткосрочно, вот, поэтому по остальным монетам плюс-минус стоим на одном месте, поэтому, если кто не докупался в долгу, сейчас тоже это можно сделать, вот, ну, по тому же кьютому я сейчас не торопился, потому что пошел откат, вот, по йоте то же самое, можно еще подождать, ну, опять же-таки, если вы докупаетесь в долгу, 5-10% ничего не решат, но если вы хотите подождать более, скажем так, удачной точки входа, можно еще повоименить. Вот, если по биткоин кэшу, по биткоин кэшу все отлично, можно докупаться, по Z-кэшу тоже, вот, по остальным монетам давайте, а монаро дэш постоянно забываю, монаро дэш плюс-минус на одном месте, поэтому тоже можно смело брать. По XLM, по XLM тоже самое, в целом тут у нас было падение, ну, как вы видите, вчера вы купали, поэтому ждем пробои закрепления 32 цента, вот, тоже мы уперлись в этот уровень. По ради кардана, по ради кардана, я сейчас не торопился, если хотите ее закупать, опять же-таки, ждать дальнейшее движение, ну, за 2-3 пускай закрепится, тогда можно ждать. Но так как мы закрепились ниже, скорее всего, тут такая более шартовая позиция. Единственное, что мы можем сделать, это вынести вот здесь вот по стопам это дело, ну, пробой такой сделать, да, и улететь на вот этих стопах, что стоят у нас за этим уровнем, плюс вот здесь, вот, поэтому тогда да. Но, опять же-таки, я краткосрок не торгую, вот, если кому интересно, вот, дал рекомендации. По доге, ну, по доге, как видите, пока выше 25, не можем закрепиться ни в какую, вот, по трону, по трону пока что плюс-минус на одном месте, тоже можно смело закупать в долгую, по юсу, по юсу на данном этапе, если кого интересует, ну, цена не сильно улетела, тут на те же, там, 20, может, 30 процентов, но это в долгой сроке вообще ничего не решит, поэтому не парьтесь. По йоте, не помню, смел, не смел, да, смотрел, что у нас еще там осталось, осталось BNB, давайте глянем, BNB, BNB тоже плюс-минус на одном месте, вчера вы купали, поэтому, кто закупался, можно было уже там заработать те же, там, 20-30 процентов, ну, окей, вот. А по Qt, кстати, я смотрел, там что-то порядка 40 процентов он сходил, да, даже больше, даже 60 процентов, вот. Ну, кто заработал, тот заработал, я Qt накапливаю в долгой срок, поэтому мне эти движения не особо интересны, вот, я основные монеты стараюсь не торговать. Вот, ну, по доту мне очень не нравится, что здесь, видите, такое поджатие вниз, в принципе, мы можем это дело тоже вынести по стопам, да, как это было по беточку, то есть у нас была ситуация, два нисходящих канала, здесь, в принципе, то же самое, да, только тут более мелкий, ну, посмотрим, может, завтра его продлят до сюда еще, ну, опять же, если закрепимся ниже 30 долларов, то можем пролиться вниз, вот, поэтому учитывайте данный фактор. Вот, что там еще по матику, по матику плюс-минус стоим на одном месте, тоже в долгосрок можно смело брать, ну, по остальным монетам пока, ну, вроде бы все, вроде бы глянул, да, вроде бы все, вроде бы все, по остальным монетам я сейчас буду просматривать для закрытого клуба, ну, и, соответственно, будем уже решать, какие рекомендации давать. Вот, по остальным монетам, в принципе, ну, я вот рекомендовал, там, по-моему, XTZ, XTZ, если кто не фиксировал, можно сейчас это сделать, бесплатная вам рекомендация, опять же-таки, кто держит до более высоких уровней, ваше право, но учитывайте, что она тоже находится уже относительно в хаях, ну, и плюс объемы тут уже падают, вот, также рекомендовал я фиксировать монету OMG, насколько я, да, OMG, OMG, если кто не фиксировал, я рекомендовал ее фиксануть еще, по-моему, то ли 2-го, то ли 3-го числа, вот, вот, поэтому видос я, может, записывал 2-го, а 3-го уже, ну, как бы, она сходила немножко больше, если кто не фиксировался, объемы падают, плюс тут уже точки фиксации надо, ну, видите, здесь уже фитилина фиксация, поэтому рекомендую тоже вам это сделать, вот, поэтому такие дела, если кто успевает, фиксируйтесь, вот, если по поводу, там, Соланы, давайте глянем, по Солане, плюс-минус стоим на одном месте, но я в покупке сейчас не лезу, смысла ниже никакого, в хаях находится, вполне плюс-минус то же самое, если кто не фиксировался, рекомендую это сделать, вот, ну, в целом, что там еще, о ВАКСе, я думаю, многих интересует, по АВАКСе плюс-минус есть накопление, я понимаю, что мы можем там еще на 80 долларов и выше сходить, но я на хаях сейчас не рекомендую вам заходить, но кто хочет, кому делать нечего, ну, можете залетать, вот, в принципе, что там еще, а, ШИП выстрелил вчера, да, я давал рекомендацию на фиксацию, если кто хотел это сделать, вот, но, так как я ШИП, не помню, там, то ли по 2 500, то ли по 2 700 покупал, короче, ну, потому что на ХОБИ, сейчас я покажу, сейчас покажу, ШИП ЮСДТ, на ХОБИ зайдем, вот, я ее покупал, или по 1500, я не помню, но что-то такое, то есть, я жду выхода наверх, вот, вот, кстати, на ХОБИ, на удивление, здесь она, наоборот, подросла, смотрите, какой прикол, сейчас я вам покажу, смотрите, здесь она растет, а здесь она падает, ну, забавно, да, хотя цена плюс-минус одна и та же, интересно, вот, поэтому, я, по-моему, покупал ее и на Бинансе, и на ХОБИ, поэтому на ХОБИ я плюс-минус вышел в ноль, хотя мог 2 икса по ней фиксануть, но, естественно, если бы я знал, что была коррекция, если бы ее не было, понятное дело, я бы фиксировался, вот, поэтому я порядка 2 иксов там взял, вот, там, что-то я, может, баксов 200 вкидывал, я уже не помню, вот, короче, такие дела, а по поводу здесь, ну, видите, как-то странно, что здесь она растет, а там она падает, хотя отметки плюс-минус такие же, ну, в общем, я вчера давал рекомендацию на Бинансе, да, на Бинансе я давал рекомендацию, можно было фиксануться, соответственно, и взять те же там 1200 фиксанут, либо вот здесь вот там практически в пиках, вот, можно было те же там большую часть движения практически, ну, сколько здесь я давал рекомендацию, в зависимости от того, где вы закупались, там практически порядка 70% движения, либо если вы подождали и фиксанулись на хаях, ну, можно было фиксануться, то есть рекомендацию я тоже в закрытом клубе давал, люди у меня спрашивали, вот, ну, а по ошибу я продолжаю держать, потому что в ноль я еще не вышел, или вышел, скажем так, ну, в такой сомнительный ноль, вот, поэтому ждем, вот, если по кейку, если кого интересует, ну, по кейку пока валимся, тоже по компу я спрашивали, пока в нисходящем канале, я тоже не торопился бы, вот, что у нас еще там, да, в принципе, все по монетам, ну, могу глянуть этот эфирал еще, давайте, ну, по тетет эфирал стоим плюс-минус на месте, если кто не докупался, можно докупить, ну, по тетет эфирал пока валимся, ну, вот, я думаю, там развернемся, плюс-минус монеты одинаково ходят, поэтому не парьтесь, вот, ну, и тут я говорил, ждем выход за 14 долларов, поэтому такие дела, вот, в целом, такие мои мысли по монетам, вот, по АИКСС у меня спрашивали, ребят, ну, то, что она выстрелила, я, в принципе, допускал такую возможность, я говорил, да, стоим в накоплении, можем сходить на те же дот, там, 2-2,5Х, но ситуация рисковая, монета в хаях, ну, какой смысл, то есть, ну, то, что она сходила, но это чисто шага, поэтому, если вы хотите сейчас зайти, ну, идиотизм полный, ну, если хотите словить жирный минус, там, ну, окей, залетайте, можете даже на всю котлету, вот, а что там еще, DDX, ну, DDX, опять же-таки, может сходить, если закрепится за, здесь, получается, 27 долларов, тогда может сгонять наверх, если же нет, то нет, вот, по SLP, по SLP, в целом, мы здесь сходили на те же, там, 50%, если вы, там, здесь закупали на те же, там, 30, может, 35, 40, ну, пока что откатываемся, ну, посмотрим, по данной монете, то есть, вполне может пролететь по стопам, учитывайте, если она все-таки это сделает, ну, на те же, там, 2-3Х, может сходить, может, даже на 4Х, ну, посмотрим, но монета высокоисковая, поэтому учитывайте, что это так, чисто побаловаться на свободную сумму, вот, не более того, вот, поэтому, ну, в целом, такие дела, по атому, может, кого интересует, по атому, я вполне допускаю, что можем еще сходить, там, выше, получается, 44 долларов, все это дело может легко вынестись, то есть, здесь был такой нисходящий канал, да, и все это может вынестись по стопам, плюс еще вот здесь у нас поджатие вниз, но учитывайте, что заходить сейчас на хаяк смысла нет никакого, но если вы там держите до каких-то верхних целей, в принципе, можно еще подержать, но учитывайте, что если вы все-таки не хотите жадничать, то лучше фиксироваться сейчас, вот, я рекомендацию давал еще вот здесь, когда он пампился, не помню, то ли 12-го, то ли какого сентября, точно не помню, вот, может быть, даже и 10-го, в общем, мы зафиксировались по нему, взяли там те же, можно было взять те же там 2-2,5 икса и вышли с ним, вот, поэтому такие дела, вот.